всем привет это обзор моих наноаквариум это первый аквариум аквейль 60 литров 60 литров он попадает под это понятие наноаквариум поэтому я его включил в обзор грунт в этом аквариуме барбус фракция сантиметр кварц сантиметр полтора в грунт ничего не посажено потому что этот аквариум я запускал с вубикосами вубикосы в центре две больших кочки как изготовлять вубикосы у меня видео есть на канале к этим вубикосам привязаны анубиосы нано и нано петит сами вубикосы посажены крипто карина сверху в аквариум плавает ричи фильтр здесь стоит аквейль turbo 500 фильтр мощный для такого аквариума у меня здесь обитатели золотые рыбки от них грязи конечно многовато чтобы часто аквариум не сифонить поменьше убираться поэтому фильтр стоит помощнее здесь он рассчитан конечно не на такой объем свет здесь не криво d36 10 ваттная лампа они лампа светодиодная светильник можно второй конечно поставить будет свет немножко поярче но растение здесь тени любил и вроде баланс уже устоялся в этом аквариуме не знаю менять тут свет не менять добавлять может добавлю кроме золотых рыбок здесь еще есть гуппи анцитрусы самка петушка чтобы не держать с этими самцами она мне в этом аквариуме живет вот такой вот аквариум рассчитаны на долгое время существования может быть года на два убикосы здесь большие если обитатели себе растения будут чувствовать хорошо то менять я тут ничего не буду есть только может будет растение подрезать или анубиаса когда все это разрастется аквариум был месяцев 5 назад запущен то есть видео про запуск у меня есть этого аквариума что можете посмотреть это ленивый у меня аквариум воду я здесь не чаще раз в месяц меняю когда сифонию но часть воды меняю то есть сифонию раз в месяц заодно воду подменяю фильтр мою и стенки аквариумов тоже мою чищу как раз то есть мороки с ним очень мало то то главное рыбу кормить да и все и вот доливать испарившуюся а подмены очень редко я провожу в этом аквариуме для ленивых аквариумист такое сделано здесь и растение все медленно растущие тени любила поэтому очень удобно следующий май 2 аквариума это баночки дэнерли 20 литровые оборудование на них одинаковое светильники чехероса 251 навесные фильтры водопадики купленные на алиэкспрессе но фильтры здесь больше создают течение мне фильтрацию в этих аквариумах не нужно тоже здесь обитатели все мелкие грязи от них мало грунт песок обычный речной прям взятый с реки прокипяченный промытый лава на лаву привязан рождественский мох мох крисмас посажен химиантус куба почвопокровка здесь будет коврик из нее в левом дальнем углу стауроген репенс в правом дальнем углу лимонник компакт растения медленно растущие поэтому аквариум еще не так не сильно заросший только первый месяц после запуска думаю здесь все разрастется хорошо из обитателей микроразборы эритромикроны они кубы так не поднимают из грунта в растениях не копошатся поэтому я где-то через две недели после запуска уже рыб сюда запустил никаких перекосов тут ничего не происходило из-за этого кто-то заморачивается кому-то там через месяц надо рыб запускать я неделю через две запускаю ничего страшного воду подменял раз в неделю после запуска сейчас уже и пореже там раз в две недели потому что испарившуюсь просто долеваю это аквариум в нормальном состоянии изначально света я конечно приглушил и растение поэтому так затормозили в росте сейчас все светильники эти выставил на полную мощность растения сразу так оба запузырила лучше со стенок я буду обрастание собирать растение это будут расти им света хорошо когда много чем тут такие светолюбивые все растения лимони компакт и куба они любят цвет мох ну крисмас он тоже к свету хорошо относится он тоже любит когда свет достаточно яркий тогда и мох этот зелененький из удобрений тут была у меня только глина вот под кубу я косметическую добавил порошочком в песочек подсыпал а по дальним углам задним под стаурагином и под лимонником у меня по шарику джи бэйл глиняных песок закопаны жидкие удобрения еще сюда не добавлял ну час уже месяц прошел я буду раз недельку жидкие удобрения знаю может тетровские буду микро добавлять пока то вроде растения хватает то что в грунте вторая баночка дэнерли 20 литровая здесь уже микро разбора галактики грунт тоже песок это аквариум не такой реанимационный потому что здесь был неудачный запуск с лубикусами растение подгнившиеся я подрезал то есть радикально тут всех по обрезал бакопа в правом дальнем углу в левом дальнем углу гиграфила узорчатая середине альтернатера рейнека мини тоже еле он торчит но эти растения оклемаются нормально разрастется здесь все на переднем плане на керамических черепках привязан мог стринг я для галактик сюда положил они любят в мох нереститься то есть можно либо икру с черепками вместе вынуть и поместить другую аквариуму нерестовичок либо ну или в малявочник или можно прям там их оставить и икру и мальков потому что мог стринг он длинным вырастает там укрытие до мальков будет посмотрим как будто круто метать и буду ли вообще но обычно микро разбора видовых аквариумах где там свой вид содержится только они и круто метают нормальные мальки сохраняются бакопа уже такая зелененькая веселенькая альтернатера смотрю принялась гиграфила потихонечку тоже очухалась но подрезал я это все очень коротко потому что такие были обрастания то есть запуск был очень неудачным поэтому я в песок не добавлял никаких с растений сейчас баланс вроде немножко устоялся будут немножко жидкие добавлять удобрения тоже раз недельку думаю хватит таких удобрений потому что здесь все-таки у растения со слабой корневой системы они больше из воды берут питательные вещества свет тоже на полную здесь добавил потому что у меня был на двух этих банках дэнерли одинаково выставлен свет немножко тусклый конечно он был поэтому растение немножко все-таки тормозили в росте а сейчас правильно ожили главное чтобы водоросли не обросли вот такие две баночки одинаковых стоящих рядом 10 литровый наноаквариум с петушками аквариум посередине разделен перегородкой потому что здесь два самца петушков вместе держать нельзя светильник здесь с алиэкспресса дешевенький 4-х ваттный сильно здесь не нужен потому что в этом аквариуме у меня только мхи из растений больше ничего нет в фильтре там лежит гласостигма но и света там сверху хватает грунта в этом аквариуме нет мне так удобнее сифонить петушкам он не нужен растениям не нужен потому что здесь мхи внизу слева у нас получается на керамическом черепке мох стринг я его обрезаю в другие аквариумы как раз рассаживал в дэнерли вот у меня банка тоже на черепках как раз там мох этот есть с галактиками банка с галактиками там этот мох вот обрезал и отсюда самого значит на левой стенке вот белой сеточки еще он не вылез там мох феникс но он должен прорастить через стенку через эту сеточку на заднем плане слева у меня мох крисмас он вылез уже тоже из сетки так что на присосках вот я его делал и обычно в сетку укладываю прошиваю ниткой капроновой все и мог через него прорастать через эту сетку а сетку я беру обычную которую на окна стоят москитную справа у меня яванский мох два кустика может быть им света немножко не хватает но петушки тут свое когда отживут я не знаю перегородку уберу может маля очень какой будет может не рестовичок не знаю петушков на уже больше не буду держать но разводить точно не буду им слишком места много надо тоже самцов держать нельзя это куча банок каждого самца в отдельную надо сажать может так для красоты менять сюда просто стоит покупать так по петушку сказал так два петушка в 10 литровом аквариуме это нормально условия для них тут идеальная обогреватель для них поставил чтобы резких перепадов не было 25 градусов стоит это обогреватель и все так у меня в аквариум к тому яку обогреватели не ставлю не вот в этом еще в одном есть остальных рыбы без обогревателя нормально себя чувствую вот он этот стоечку то я как-то убирался до конца и до дна не поставил там щель была и вот левый темный самец пробрался к правому все плавники ему он оборвал никак эти плавники того больше не отрастает у розового петушка но он ест нормально чувствует себя нормально плавники огрызки одни вот такой левый драчун был и петушок все время хотел подраться вот это это у меня самый маленький на аквариумом на 10 литров для двух петушков это самый хороший нормальный объем по 5 литров на петушка аквариум на 15 литров из грунт песок тоже речной промытый прокипяченный обычный сверху речи внизу по всем по всей площади аквариума или ахарис мини посажен в левом углу людвигия на стенке на задней мох ключевой на присоске в сетке москитный пророс хорошо я думаю кустик будет здесь хороший из обитателей здесь формоза самые маленькие живородящие рыбки они здесь уже мальков-то металли из речи там штук 5 там я доставал рюмочки такой черпал и в баночку отдельно сажаю там уж не матуда их кормлю и к лавратке здесь стоит обогреватель в этом аквариуме потому что он у меня около окна и балконной двери там иногда дует когда открываешь все он где-то градусов на 23 выставлен формоза и 18 градусов нормально переносит во-первых тут растение тоже или ахарис мальки когда там в речи плавают им все-таки лучше чтобы температура повыше была фильтр обычный подвесной тоже водопадик но они у меня все стандартные на всех аквариумах такие стоят я их и покупал на алиэкспрессе все заказывал светильник здесь чехирос серия не а а си 361 вот у меня последний аквариум это аквейль 30 литровый светильник у него семива ZGL 40 6 ваттный фильтр тоже водопад грунт тоже речной песок из обитателей здесь гупи эндлера два самца четыре самки самцы это смесь тигровых с японскими голубыми также креветки вишни вишни такой пересвор здесь они держу их чисто для того чтобы они с растения обрастания подъедали всякие их особо и не кормлю в этом аквариуме отдельно креветка из растений гиграфила изменчивая вот в заднем углу левом наверху ричи заднем правом углу гидрокатила трипортита на переднем плане или лепсис бразильский он жидковатый там немножко но он разрастет с такой медленно растущие растения пища покровка на керамических черепках у меня привязан ламореопсис вот это темное растение вот это темно-зеленое это ламореопсис на стенках на присосках у меня буцефаландра здесь видов 10 где-то буцефаландра то есть разные виды но на стенке не обращайте внимание потому что то есть дизайн этого аквариума не предполагал что буцефаландра будут на присосках здесь на этих стенках на просто здесь растет условия для нее неплохие поэтому то есть она тут нормально растет хорошо поэтому я тут и держу так на будущем может где-то в каких-то аквариумах буду использовать фильтр водопад тоже подвесной из удобрений в песке у меня опять же косметическая глина голубая так порошочком посыпана по всей площади а в углу где гиграфила посажена там у меня два шарика джебел глиняных в песок то есть заглубил и сверху же растения сажал там еще есть два два стебелька альтернатера рейнеки обычной она длинная должна вырасти вот она сейчас принялась у меня хорошо стал там рост пошел я из эмерсной формы брал сажал сюда из воздушной то есть сюда водную среду хорошо примется тут вырасти будет немножко хоть красненький цвет а то все зеленое ну вот это аквариум удачный такой запуск получился ему тут почти уже месяц растения такие неприхотливые поэтому все так хорошо один раз только стенки очистил все больше ничего не делал воду даже не подменял так долевая один раз по-моему за все время подменила так долевая и все вот такой мне обзор получился на все мои наноаквариума спрашивать в комментариях если у вас есть какие вопросы подписывайтесь чтобы новые видео не пропустить до наших новых встреч на канале всем пока